Я не ездила. О чем это говорить? Ты что говоришь? Вот здесь мы шли и пели с ней. И тут у ней покаяние было, я с ней был. На урывку ходили, она же из этих кержаков. И ничего не получилось. И тут ее Господь коснулся, вон где столбы идут. У нее было это ни с кем, ни с кем этого не было. И вдруг начнет переворачивать. Я говорю, откуда ты дальше? А мама сама сказала, Женя, ты этого умеешь или нет? Я у матери был самый любимый сын. По-духовному. Я ее привел по святому крещению в церковь. Господь привел через меня. Вернее, так будет сказать. А вот там давай собирать, это Наташа. Ты с ней жил. Я говорю, ты в самом деле сумасшедшая или еще? Да ты в умею или нет? Да я бы был первый шатлышен на 12 лет. Ты что огородишь-то? А ты что, это многократно повторенная ложь, она уже в мозгах. У тебя черная гнилая заноза в мозгах же нет. То оттуда ее уже не вытащили. Легион лжи в устах. Ты же можешь маленько остановиться. Люди через несчастье приходят. А все эти наоборот. А вы написали там, если бы я знал, я бы оси, табас, стихотворение там встретил, я бы это вроде в морду дал. Женя, пять лет назад я тебе в руки вручил стихотворение. Там не написано ни оси, ни веня. Да можно подумать. Но там ни места, ни название людей, и ни один следователь к этому не может подойти. Никак. Я от Силасяна спросил, может, да нет, никогда. Следствие нужно абсолютно точное доказательство, что именно об этом. Я говорю, почему не о меньшем сыне. А на сегодняшний день мы близки к Богу только через духовное рождение. Если этого нет, ну это я говорю, просто смертным трупом. То есть двинуться невозможно. Возможность только там, где Дух Святой начинает сам проводить свою работу. Поэтому работа поддерживаемая желанием с обратной стороны. Если обратная сторона будет закрыта, то даже молитва апостола Павла не могла пробить со противников его. Даже Христос молился о ком, и безответные остались молитвы. Почему обратного хода не было? Ход обратный делает человек. Почему Павел нуждался, чтобы за него молились? Молитесь, чтобы распространялась проповедь, чтобы противников много, дверь открыта. Я трижды молился, и Бог ответил, довольно благодатью моей. То есть гонители будут, лжицы будут, клеветики будут, но в этом благодать. Ты в тюрьме, но тюрьма раскрылась. Двери распахнулись. Тебе мало этой благодати? Я тебе дал все, что ты желал. И поэтому мы должны идти этим путем, не каким-то. А вот у меня, допустим, я разговариваю, про тебя сказали, что нужно. В первую очередь подойти и тебе спросить. Если это так, значит, покайся, и больше этого не будет. А если нет, двух-трех возьми. А тем более, если касается постороннего, то это вообще не касается никак. А если брат покаялся, вот выход один, мы на первом этаже закончили, сели за трапезу. А если не покаялся, идем на второй этаж, там двое или трое. А если не покаялся, на третий, а дальше, дальше вниз головой летит. Ну, можно же проверить. Вот в это собрание у нас будет прекрасная беседа о водительстве Духом Святым. Вот мне шли дорога, и когда Андрей Устинов говорит, вот говорите, Дух Святой, а как мне кто-то другой должен сказать, что я живу в Духе Святом? По Божьему. Или я сам должен в себе определить? Я понял, эта тема должна быть раскрыта еще более глубоко. Я пришел и сел занимать. Вот в это воскресенье, то есть завтра, видимо, в 12 дня, будет эта беседа. Я 76 мест из Библии только привожу, не считая житья святых. Ну, ты этого не знаешь, тебе просто не приходилось. Ты скажешь, а я сделаю? Ну, это делается не в один день, это опыт. Я не могу отремонтировать твою машину, потому что у меня нет опыта никакого, я не шофер. Но здесь я сижу, говорится, день и ночь об этом размышляю. Это необходимо. Что такое рождение свыше? Спрашивают священники, архимандриты, до епископов. Представь себе, в советское время я приезжаю в Москву, тайные три епископа ночью приходят на дом побеседовать, а ты рядом не находишь утешения. Бог дал нам великую власть. И власть эта заключается победа над грехом. То есть ни один лживый дух к тебе не подойдет. Никак. Вот пример. Я стою с Настей Косолаевой, она Деяновой, Зоей, дочкой. Проходит Дера Федоровна, кандидат медицинских наук. Ладно, не ругай ее, она хорошая. Я остановил, Вера Федоровна, вернись назад. А идет в храм, уже в ограде церковной. Так, ты сейчас что сказала? Повтори. Ну, ругать ее не надо, она хорошая. А откуда ты узнала, что я ругаю? Ну, я так подумала. И все. Так, Настя, скажи, о чем говорили? Ну, мы говорили сейчас о том, как вот это место писания. Я задала вопрос, я, говорит, подошла, не он ко мне. А в ее глазах я хватил ее, и теперь я ее трамбую. Так я не знала. Ну, ты не знала. Ну, Дух Божий. Знал или нет? Ты же в Духе Божьем живешь. Тебе знать это и не надо было. Ты прошла мимо, ты видела, что ссора, что-то... Нет, нет, я не видела. Ну, а почему решила? Ну, вот, в прошлый раз меня наказали. А чем я наказал? Ну, ругали меня. А как ругал? Ну, назови слова, хотя она ничего не может сказать. То есть, я ей сказал очень строго, что ты больше времени упражняйся в молитве. Это значит строго. Настя подтвердила? Подтвердила. Ты теперь никому не будешь говорить, что я ее ругал? Нет. Через день опять те же слова. Почему? А уже дух лжи вошел, пока я нету. И это черная гнилая заноза. Она черным фиолетовым кругом беспокоенности окружила человека. Священник мне говорит, ну, я не знал, вот теперь, вот сейчас должен приехать Завьяловский. Это шпионы, они какие-то пояса придумали с бородами, а в это воскресенье должен приехать. Он призывал людей сжигать книги. И некоторые перестали в церковь ходить из-за книг. Он, выложите книгу, прищечать не буду, они при счастье им играют. Книгу отдай, там Юшков один, на фотографии даже есть. Но он приедет. Ну, приедет теперь. Ты понял, что мы не сектанты, не признаем благодатность московской патриархии, но ты можешь сейчас покаяться. Не может. Почему? А я, говорит, видел пророк Михей. Дух лжи вошел в устай этих пророков всех. И они теперь говорят ложь. А ты по какой дороге отошел меня? Ударил ее. Бегать будешь, узнаешь тогда. Но нигде в Библии не написано, что он вышел. Если ты с отступниками, с безбожниками сидишь, и тебе это нравится там быть, Дух лжи вошел. Вы повторяете ложь, и она входит в тебя как правда. Тебе отступиться нельзя. Я услышал недавно, говорят, моя мама бежала за мной пять километров, поесть давала, а я обиделся, я такой мстительный. Во сне этого не было. Я самый любимый сын у нее был. У нас были такие задушевные беседы, о которых у нас десятеро детей, у девятерых не было. И когда меня первый раз заключили в Хабаровский госпиталь, из Потеряевки, и она туда приехала, и добилась встречи. Когда я обратился, она приехала в Латвию туда. В Латвию. Вот на этом бугре, вот тут она покаялась, мы шли, она из Староверов, кержаки там на урывке, она пошла, ну справиться, нужно ли священство-то. И тут ее Господь коснулся. Мы шли, пели, и она вам там склонила первый раз в колени. Не от кого больше. Старший сын безбожник, два другие брата пьяницы. Она ни от кого не получила то, что получила через меня. Она пришла в церковь, получила меропомазание, вызывала священника, у старобрядцев она была, туда и пришли. И поэтому, о чем будет беседа, что значит быть Вадимом Духом Божиим? Дух Божий знает. Ты стоишь у престола, я говорю священнику, ты говорил, что мы такие-то, такие-то? Да, говорил. Но теперь ты убедился? Да, я вижу, что это не так. Ну выйди к народу, принеси покаяние, ты же отравлял людей. Ты говорил, у нас Божью Матерь не причитают. А теперь стал ходить, когда освободился. Сидел-то за воровство, а я тебе передачки носил. Так было? Да. Да, так. Теперь я ходатайствовал перед прокуратурой генеральной. Пошел к епископу Антонию, чтобы обратить вас. И что? Он покаялся? Не покаялся. Духа покаяния нету. Ну я говорил, что вы Божьей Матери не молитесь, у вас икон нету. Кто это говорил? Владимир Суртаев. Кытмановский священник. Ну принеси теперь покаяние, так народу. Он не вышел, не сказал. А вот Миша Кальмаев приехал, он все о себе рассказывает, сниматься не боится, бояться как огня съемки. Давай один где-то, один на один встретимся. Там в вагоне, когда едешь, выйдем, поговорим, вышел, тогда ножом его и с поезда спрыгнул, труп лежит. Это слова преступника. Выйдем на один, на один поговорим. Говори в открытую. Говори открыто. Все будет заснято, показано, пересмотрено, и опять мы рассудим. Как огня бояться? А есть ли какая-то возможность? Возможности выйти нету. Нет жертвы за грех, но некое страшное ожидание огня готового пожрать противников. Я говорю, Галя, это Христа сняло, но внимание даже. Поста нету. Ну и что? Когда она прямо скажет, Христа нету, тогда я поверю. Да прямо Христа нету, Сатана не говорит. Он верует. Верует и трепещет. Здесь страха Божия нет. Ты с Женей сразу соединился, десятину не платил. Я платил, пока не было дьякона. На дьякона ты не служил. Два-три раза придешь за год. Я с батюшкой на эту тему говорил, он никак не помогает и не интересуется ничем. А теперь священник десятину из десятины должен отдать. Ты знаешь про это? Молчит. Я говорю, ты говорил, что вдовы не платят. Ну да. Откуда ты взял? В таких словарях. Когда Библия говорит, что вдова положила пропитание, сто процентов. А добровольно? Ну добровольно-то сколько? Ложили имение к ногам апостолов. Это добровольно. Ну да, добровольно не ложат, потом наложили десятину. А Тавит Хозаветния и Левину. А Ветхозаветния это был образ. Если наша праведность не превысит той праведности, нам не увидеть старости Божьей. Там десятины, я должен больше дать. Тавит платил три десятины. Три. Тавита книга 1.8. Ни на один вопрос он ответить не может. Никакого понятия нет. Я говорю, у тебя мозги сатана полностью сбикренил. У тебя ничего нет. А вот я когда был, было по-другому. А что по-другому? Устава не было, тогда пояса не было, а сейчас пояс. А тебе чего он жжет пояс? Обыкновенная веревочка. Это когда ушли туда, он там побольше маленько сказал. Я говорю, и что? Это плохо. Занятие было, на занятия ты не ходишь. Но я могу сказать из-за чего. Потому что... Ну почему? Зимой меня нету. Так если ты живешь по ненависти ко мне, да какой же ты верующий-то? Когда любите врагов, а причащаемся со мной чашек, а ты уже не можешь слышать моего слова. Выходим из собрания, ты сразу домой дунул, Венька по той стороне. Что тут непонятно-то? Ты живешь в ненависти, в лютой злобе. И покаяние в этом никакого не предвидится. Ты обязательно выйдешь. Я говорю, ты детей сейчас бы сегодня же сдал в Корчино, чтобы закрыли школу. Я об этом не думал. Бог открывает тайны. Самые тайные разговоры. Я не слышал от тебя этого, но судя по твоему поведению, это именно так. Даже отдал бы Миша их на квартиру. Что переговоры ваши тайны выйдет? Это Бог открывает. Я однажды с уполномоченным разговаривал, а потом вернулся домой, пошел к отцу Николаев. Я говорю, вам в Славгороде церковь не открывают одно условие, чтобы Игнатия отлучили от церкви. Сначала не такая плитка в туалете, что-то еще не такого цвета. Они сделают, не открывают храм в советское время. А потом уполномоченный говорит, отлучите Лапкина Игнатия от церкви. И тогда храм откроем. И на какой крови вы строите Ерихоны? Там написано, на первенце поставишь ворота и прочее. Было сказано. Ну, отец Николай сразу, ну я же не дал согласия. А теперь, а откуда вы эти тайные разговоры знаете? Я говорю, мы знаем, сколько кусков мыла вы хотите наварить сегодня. А мылом называется человек. Не знаю. А где микрофон был? Микрофон был в Бороде. Через рукава, в рукава входило, здесь стоял. В то время надо, чтобы работало. Такого не было передатчика где-то. А там дальше в машине метров за 300 от здания сидит человек. Я ему рассказываю все. А кто это был? А какие были? Мы ходили на занятия, в списке всех подал он уполномоченным, а те в КГБ. Ну ладно. Ну ты не знаешь, священник. Ну, я не знал, это вас. Ты не знал. Давай. Ты не знал. Но ты в алтаре, ты причащаешься на каждом богослужении, ты простираешь руки к Богу. Где Бог твой, который тебя во лжи держит? Какой это Бог? Почему твой Бог тебе не открыл, что это ложь? Потому что ненависть твоя, злоба, она жадно улавливала, какие плохие слухи где-то. Ты все собрал. Мать моя бежала за мной. Это он говорит. Но ты в уме или нет? За мной бежала мать. Это я за матерью бежал. Я. Духовную пищу ей дать. Я пешком ходил, ни один с ней не ходил. Не выявлял среди их, кто там были, наставники называются. Открывать ей есть. Но я принес сюда Евангелие. Я повез ее к священнику. Они не были венчаны с отцом. Ее долго не хотели венчать. И мне пришлось ходатайствовать. Сколько времени? Тогда отец Трофим был. В Новосибирске-то. Чего в огороде-то? Да-то говорили, еще-то говорила сестра, но еще сестра говорила. Ну я не буду говорить то. Да дуйся, я говорю. Говорю, ну еще сказал. Она уж в то раз покаялась, а ты трясешь. Зачем тебе, в тебя ложь-то входит так? Вот сейчас у нас занятий ты не остался, на следующее занятие тебя нету. Почему на занятия ты не идешь? А еще я могу в другом месте. В другом месте вы шашлыки жрете. И в интернет. Но это когда-то выстрелили. Но он стоит сегодня. Сашка с одной стороны, Тарасов. Вот такой. Чего он Тарасов? Ну какой он Тарасов? Был такой и есть. Я его говорил. Ты как моль. Где сел, там проел. У вас ничего нету. Это вы моего сына убили. Я убил. Это ты убийца его. Ты его задавил. Ну я. Вот ты и сказал мне, скажи, как я его убил. Ты говоришь, если бы не было в Потеряевке, не было. Ну люди каждый день переловили. Под Псковом сегодня сгорели. 36 человек. Они в Потеряевке не были. Два автобуса столкнулись вчера. Или сегодня утром. Шофер заснул. Масса убитых. Там упало ущелье. 46 человек погибли. Они не в Потеряевке были. Что за глупость такая? В Потеряевке смерть настигла через тебя. Через отступника. Бог зовет нас. Бог любит нас. Бог желает, чтобы мы другими были. У тебя не было духовного рождения. Ты не можешь показать, когда это случилось. Чтобы рожденный туда вернулся назад, это много надо грешить. Чтобы Бог окончательно отверг. А у вас видно это отвержение. В лагере, когда открываем, нет, а я не хочу. Ну как, все здесь, священник здесь. Все священники приезжают у нас здесь, молятся. Епископ здесь. Тебя нет. В последнее время приезжал даже Максим. Тебя нет. Кто бы не был. Нет, еще умный очень. Что тут непонятно-то? И поэтому, вот мы были в Германию, я говорю, где-то в Вене, в Австрии. И я говорю, сейчас вот Женя чем занимается? И он судит. Я не сужу, вы не знаете. Я говорю, судите, что мы едем зря. Я не говорил. Говорили, вы говорили, книги никто не берет, поэтому, да, я говорил. Ну, отсюда теперь сделаю. Вот я беру экиберфон. Книги никто не берет. Это какой надо иметь любовь, чтобы самому развозить? Такого в мире никто не видел. Евангелие не берут. А американцы через океан привозят и раздают на стадионах машинами, а на свалке их пачками находят. Вот пришли, сколько у вас? Они говорят, 250 человек. Ну, вам 250 Библии оставили. Но они пролежали год, ни одной Библии никто не взял. Начальник говорит, вывезли на свалку. И они едут. И что, они виноваты? А я знаю возрождающие действия книг. Вот вчера только мне позвонили. За ночь я уже, ну, позвонили в библиотеке. Есть, я говорю, книги Новосибирска? Три библиотеки имеют. Научная, областная и главная детская. А она говорит, я хочу свои библиотеки иметь. Ну, пожалуйста. Я говорю, это стоит дорого для вас? Нет. И с Ниной уже вчера мы спаковали, отправляем. Люди и ищут книги, конечно, не на каждом повороте. Ты поговори с Тритунским, которым подарил книги. Когда показал он, там редакция в шоке была. Никто не берет. Посыльные пошли, а им голову пробили. Но я посыльный, я продолжаю пригласительно опечатать и нести. Какая заслуга за это? Перед Богом-то. Где тебя приняли, тебе хорошо, Златоуст говорит, награда меньше, потому что часть награды в удовлетворении ты находишь. А где этого удовлетворения нет, вся награда переходит в вечность. А если в вечность переходит, значит награда выше. Но добавляет, пусть моя награда будет меньше в небесах, но только обратитесь к Богу. Пусть часть награды я получу здесь в удовлетворении вашим обращением. Я же этого хотел. Вот это Златоуст мог сказать. Я вместе с ним неоднократно повторяю эту фразу. Ну, спрашивает, ну а ты мог бы обратить? Я говорю, Христос не мог Иуду обратить. Апостол Диатрифа не мог обратить, Иоанн. Иоанн пишет о нем. Александр и Димитрий. Павел говорит о них, и он не мог их обратить. То есть с обратной стороны должно быть содействие. Насильно Бог никого не тянет. Ну, отдельно говорить. А говорить больше не о чем. Совершенно. Говорить только о том, почему душа покинута Богом. Как тебе вернуться? А это о вас надо говорить. Ну и обо мне говорить. Но я себя проверяю семь раз в день на молитве. Ты ни разу еще сравнивать. Это очень большая разница. Это несравненная, большая, огромная разница. Батюшка вчера пришел на картошку, и мы как-то молились. Он увидел. Ну, пожалуйста. Ну, считай, беседа практически состоялась хотя бы вот так. Я громко говорил, вообще громко говорю. А тут говорил, чтобы было слышно. Нет ничего совершенно. Попокинуте с Богом. Я говорю, которые не обрезали путь до знакомства со мной ходили на занятия. Отец Геннадий Фас, это самый плодовитый из всех. А которые обрезали, Женя как сказал, я и до вас это все знал. Значит, этот момент отрезается. До знакомства со мной ты вернулся на прежнюю позицию. Больше тебе ничего и нет. Вот она и ползет. А вы вот старались всех это зажать здесь. А чем зажать? Вот поясок, опять на поясок. Это поясок тебя так задушил, как будто бы. Значит, это не просто поясок. У нас на благочестивых, русских старинных обычаях. А это все ходит в обычаи. Там не надо все перечислять, как вот это пояс, и платочек явно видно. Я тебя, я фасилисту-то уже потерял. А ее туда только тянет. Она уже не может без этого жить. А Женька, а почему ты не подумал, что о Женьке написано стихотворение? За стихотворение они там это. Ну, еще так пять лет назад я лично тебе в руки вручил его. Лично. Ты вышел на колесо, и я тебе вручил стихотворение. Оно тебе не нужно. Ты прочитал и выкинул. Но через пять лет, когда уже исполнилось все, вот теперь ты заахал-охал. Почему вы ухватились за это стихотворение? Там написано, пять лет назад написано. Я в этот же день отпечатал и тебе принес. Намек. Намек полный. Но не написано ни места, ни родителей, никто. Там семь пунктов сходится, а восемь не сходится. Это собирательный образ. Таня на меня тоже наступала. Ну, скажите, да или нет? Я говорю, я не могу сказать да, потому что конкретно и лично здесь ясно видна. Но там есть такое, что не сходится. Это собирательный образ. А зачем вы ко мне под язык закладывали? Вы напишите стихотворение. Напишу. Напиши. Как Вовка. Я такую книгу напишу, как вы заставляли меня. Меня, вот это причастие меня вырвало, заставили меня блевотину эту съесть. То есть совершенно пьяный. Я говорю, а как он пишет? Да по пьянке мало еще не скажет. Не просыпаться там. Я такую книгу напишу. Это Вовка. Как это? За выпивкой. Дома. Если бы не выпивали вместе с Мишей, вот здесь не гуляли, этого бы не было. Ну, пивцу и все остальное. Нет и жертвы за грех. Но некое страшное ожидание. И лучше бы не познать. Момент тот, что лучше не познать, остается в силе. А почему? Потому что до этого место твое было захламлено. А теперь оно убранное, выметенное, чистое. И он находит и берет семь злейших. Дьявол любит чистое место превращать в грязь. Так лиса делает. Вот и весь ответ. Ну, конечно, вы хороший психолог. Вы знаете, ну, как я знаю. Я знаю, Писание говорит. Брат против тебя согрешит, но я тебе никаких требований не выставляю. Ты, выходит, ложь распространяешь. Я даже и не прикасаюсь к этому, она никак не может. Это ты про кого-то про другого говоришь. Вот. А вот теперь закрутили, тут кому десятину платить? Священству платится. Да это ливийно. А тогда вообще нового священства нет. Нового нет тогда. А у нас почти нового священства не установлено. Десятина не установлена. Десятинная церковь. Князь Владимир как принял, только сразу десятину увел с первого же дня. И наложил десятину на храм построить, на всю Русь княжескую. И что? Ничего. Собрал, построил. Я так назвал это десятинная. Он никак не ходит, он обходит. И знания крохотные. Ничего нету там. Какое место я не возьму Писание, он как будто первый раз слышит его. То есть у меня больше желания на встречу на отдельную никакой нет. Это Бог так устроил. И мое желание выполнили. Батюшка говорит, и где диму, когда он пасет. И батюшки на желание выполнено. Вот как Господь состроил там. И оказался Виктор здесь с камеры, я хотел записать. Хотя бы издали. То есть внезапно все совместилось сегодня на 14 сентября 13-го года. Я наставил на этой встрече. Я спрашивал Игоря, кто у тебя, друзья-то, назови. А Игорь Барабаш, Игорь Барабаш, боится к тебе подойти, пригласить тебя. Какой он тебе друг? А у вас, я говорю, вот друзья мои, Игорь, мы тайные, искренние беседы доверяем друг другу, на занятиях все время, в храме стоим. Ну, то есть, что говорить? Что такое? Друг это второй я. Мы друзья, я тебя назову всех друзьями. У тебя ни одного нигде нет, не считая вот этих прощелых, грешников, блудников. Ты собрал всех. А это еще надо разобраться, кто блудник, а разбираться, сидящая измена. А ваша жена говорил? Да жена может говорить. Она что угодно может говорить. Я перед тобой стою? Ну, ты одно только подумай. Я не мог бы причащаться. Тебе это понятно или нет? Ну, дальше уже ничего не рассуждают. А вот кто-то еще так где-то сказал. И в этой лжи сплошной плывешь, и говоришь, нет. Уста, наполненная гноем. Ты очерчен кругом проклятия. Она заставляет хулить отца. И они хулят. Катя там, как все, отца. И туда отпускаешь свою дочь. Она в этот круг вошла. Она не выйдет теперь оттуда. И все это к тебе коснется. Он ничего не понимает. Я говорю, готовься к следующему. Следующий у тебя где-то на пороге рядом. Я отсюда не собираюсь уезжать. Я говорю, ты на мешках сидишь, что не собираешься. Ты все делаешь для того, чтобы тебя не было. А Миша говорил, я никогда не уеду. Кто говорит, я не уеду, тоже точно уедет. Это мы уже знаем. Женя тоже, я никогда не уеду. Пока я в разуме, говорит, в православии останусь, никуда не уйду. Саша Муха говорил. Да, да. Нет разума. Бог отнялся. Отнял, все. Кинулся он к Феодориту, куда в монастырь. А я пришел туда. Он говорит, откуда вы? Я говорю, потеряю. Это не от вас был там человек такой, Александр, да. У него какие-то там проблемы с семьей. Да, это его дело. Я не стал еще говорить. То есть, он там оправдывается. Его отлучили на сколько-то? Нет. Еще он архимандрит ему скажет. Еще иди, причащайся, Бог снимет это. То есть, эпидемии наклады. И дальше пошел баптистом. Удержался? Не удержался. Какие-то там отделились, он в этом содействовал. Группа отошла. Теперь с ними? Нет. Там тоже разобрались. Он говорит, что к женщинам там это. Они с ним расстались. Зашел ко мне на сайт и начал на корм. Такие пакости, говорит. Там женский монастырь. И вот там в монахине там столько абортов было. Там рядом озеро все дно покрыто трупиками было. Да это в большом городском абортаре это где-то. И трупики потом не тонут, а плавают. Да если бы даже один был обнаружен и как бы на аборт это делал, а когда день и ночь под присмотром. То есть, да я слышал это-то, Саша. Ну, что ты слышал? А когда дальше зашло, и один говорит, ты что-то об этом так много говоришь, наверное, у тебя опыт очень большой по чужим женам-то. А я даже и не говорил еще. Представь себе. А я только что получил в подарок от мэра города вот там хронограф, где говорится о монастыре самое положительное. Какие там труды были, какие люди, как расстреляли. Ну, теперь время такое. А ты верующий там считаешься и такую голематью гонишь. На тех, которые на небе, святые, расстрелянные. И они это сразу впитывают. Понимаешь, это трида, это сердце. А я не принял ничего. Я вот слышу даже, что говорят о тебе. Я вообще как будто никогда не слышал. А одно только что, почему тебя нет на занятии, на богослужения. Нет тебя. В субботу не ходишь. Ну, я... Причина есть. В церковь ходить, не ходить, причина одна, только грех. В другой нет причины. Где он, конечно, сейчас думает, почему мы не ходим. Я говорю, и что это. И будет это выстрелено. Ему сейчас горе в тройне. Он пытался что-то на свое записать тут. И венька, я говорю, закрывается где-то. Рассказывает, как у нас он там был. И зайти. Все зашли, заходи. Он вот так дергается. Близко. Не подними. Его задеть нельзя даже. Я вот так вот заходи. В трапезную все. Не под как и видом. Да уже втроем его, кое-как туда. Ну, ты же не видишь, какой у него зверский характер-то. Он не понимает, он не видит. Я думаю, следующее, что-то у него будет такое, о чем даже мы не предполагаем. Но при условии, если он все-таки готов к покаянию и к наследию жизни вечной. Если он окончательно отвергнутый, нормально будет жить. Так же он упевает с ними, так же со всеми лжецами, блудниками знаться, и ничего не будет. Ему не нужно. Ты говорил, в церкви особое присутствие Божие, а сейчас не торопишься туда. Архиереи приезжают, тебя нигде нету. Это неправда. Как неправда? Правда? Тебя не было. Нигде тебя там нет. Я-то в церкви фотографировал недавно где-то, и он стоит сзади, и вот так рукой закрылся. Даже сзади, его там даже не видно, но по руке теперь легко его определить, что это вот. Это когда мы ехали в Шарчино, и Ерема Евангелем закрылся. Видел? Закрылся. Это Ерема Евангелем закрылся. Он скрывается за Евангелем, и он недосягаемый. Все стрелы попадают в Евангелие, а не в него. Я объясню. А рукой-то закрылся, и объяснений никакого нет. Ну вот, слава Богу. Как интересно, Бог совместил. Еще вчера это невозможно было. И сказали бы, а ты знал, что так будет? Нет, не знал. Я не думал, это Андрей. А Витя снимает там, вот здесь, в огородчике-то. Я говорю, ты сними, там Игорь приехал. А там двое кто-то еще. Он говорит, да это Женя. Я говорю, тогда бежим скорее туда. Раз он здесь, я уже понял, что тут что-то есть. Вот и все. Больше ничего не нужно. При двух или трех свидетелях, а вас трое, больше разговаривают не о чем. А что боишься наедине? А о чем бояться-то? Нам нужно все это оставить, чтобы ты возвращался, потому что ты все извращаешь. Каждое слово должно быть зафиксировано. Ты говоришь, и совершенно не даешь отчета своим словам. Совершенно. А вот вы всех тут стали в устав закручивать. Ну называй что, ничего не может назвать. Поясок. Ну ты сказал поясок. Дальше-то что? Дальше ничего нет. Что мы изменили в уставе? Устав-то висит, а его не было. Ну позже он напечатан, надо начать, что его не было. Мы собрались, а вы что делать? Этого не было. Было все с пояса. Кто к ней приезжал, Виталий один был, и уже строго с поясом. Я из бани даже боялся выйти, чтобы рубаху не затнуть под пояс. А всего только одни. Батюшка и Виталий, больше никого не было. Ты-то приехал позже. Не было этого. Как не было, когда это было. Я даже еще до лагеря, и там ходили где-то, и мы все с поясами. То есть ничего там не пробить. Это много, много, много нагрешили они в осуждении. Принять что-то с той стороны, принять смерть. И он в православии будет. Ну, вот такой, как, допустим, слава, там другие, он таким может быть. Может. То есть отмахал к оделам, ушел, ни за кем не смотреть, ничего не. Этого нигде не задержится. Нету там поражено все, сотлевшее, ни к чему нельзя прикоснуться. Я говорю, люди как-то от несчастного случая приближаются к Богу, а ты наоборот ожесточенный. Он за сына не простит, что сын погиб. Ты в уме или нет? Ты же его задавил сам. Такое преступление на страницах Библии даже не встречается. Даже в житиях нигде не встречал, чтобы диакон задавил своего сына. Это только ты сделал. Теперь открыто об этом говорим. Потому что ты вылез со сложью и обвиняешь теперь гибель сына. Нас никого там рядом не было, вы только двое были, даже жены рядом не было. На твоих глазах он умирает. Ты неумышленно это сделал, да. В яме задавил трактор, упал туда. Но ты его заводил трактор, ты его в яму послал туда. Ну и весь сказ. Я в интернете ни разу не выставил о том, от чего он пойдет. С сегодняшнего дня все это открыто. Я понял, что он гонит в обратную сторону эту волну. Ее надо поставить на место. Вот так. Пошли. Слава Христу.